Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим техничную и эффектную жертву, благодаря которой можно одерживать победы. Рассмотрим дебют отказанный колл. CD4, FG5, BC3, BA5. Обычно всегда здесь белые ставят колл, но можно и не ставить его, можно сыграть AB2. Это не менее сильное продолжение. Теперь черные играют GH4 и белые играют GF4. У черных есть два хода. Это DC5 и GF6. Давайте рассмотрим их оба. После GF6 белому лучше всего разменяться. Таким образом, допустим, HG7, FE3. Теперь у черных есть два хода. После хода GF6 позиция упрощается. Белым лучше всего провести комбинацию. Белые попадают на преддамочное поле, но черные владеют лишней шашкой, они ее отжертвуют обратно и позиция затем уравнивается. Также в этой позиции возможен ход EF6. Теперь у белых есть два ответа. После хода ED4 черные могут получить инициативу. Они нападают, играют HG3, приходится отходить FE5. И черные проводят небольшую разменную комбинацию. Играют AB6. Ну и в какую бы сторону белые не били, они играют FG5. И затем, видите, окружают шашку E5. Тут она стоит неудачно. Поэтому позиция черных более приятная. Ну, конечно, в этой позиции более сильный ход B3. Теперь у черных есть два хода. После FG5, например, как было в партии Святой Литвинович, два ленинградских мастера, вернее, гроссмейстер Виктор Литвинович и мастер Петр Святой. Здесь белые получают преимущество после размена ED4 и боя вперед. Мастер Петр Святой даже победил в этой партии. Также в этой позиции был возможен ход HG3. Это более сильное продолжение. И теперь у белых есть два ответа. После хода FG5 позиция полностью уравнивается. Черным лучше побить на F4. Ну и затем, после всех разменов, возникает примерно равная позиция 5 на 5. Полное равенство. Если же в этой позиции сыграть GF2, допустим, разменяться таким образом, у белых чуть-чуть более приятная позиция. В принципе, равная. Так, рассмотрели ход GF6. В принципе, так можно играть. После хода DC5 уже у черных возможны проблемы. Белые начинают атаковать правый фланг черных. И здесь еще можно черным разменяться назад. CD6. Ну и возникает тоже примерно равная позиция. Здесь играть так можно. Но если же после нападения CD4 черные закрываются, CB6, белые начинают атаковать позицию черных. Смотрите, играют BC3. Теперь есть два хода. ED6 и GF6. После GF6 белые играют HG3. С идеей сыграть CB4, разменяться и получить преимущество. А если черные здесь еще продолжают как-то окружать позицию белых ходом ED6, белые проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и найти несложную комбинацию за белых. Белые играют AB4, затем FG5 и затем FG3. Ну и тут, куда бы черные не побили, на F2 или на F4, без разницы. Здесь компьютер показывает, что у белых выигранная позиция. То есть видите, у черных три бортовые шашки. Ну если так побить, две бортовые шашки будут. То есть вот эти позиции, они за белых выиграны. Тут уже, как говорится, своей головой попытайтесь найти выигрыш. Он есть. Так, рассмотрели ход GF6. Если же в этой позиции черные играют ED6, тогда белые начинают разворачивать свой центр ходом DE5. И есть два хода. После DE7 ничья за черных еще возможна. Тут можно белым атаковать либо ходом CB4, либо ходом FE5. Там, не боясь комбинации, у белых там преимущество. Если же в этой позиции после нападения DE5 черные закрываются, это позиция выигранная за белых. Белые проводят вот такую эффектную жертву. EF6. И выясняется, что несмотря на лишнюю шашку, позиция черных проигранная. То есть видите, у них отсутствует царская шашка. Как я называю, шашка D8. То есть видите, нет взаимодействия флангов, и за счет этого они проигрывают. Ну допустим, HG7. Белая игра от GH2. Ну и приходится жертвовать лишнюю шашку. Видите, нет хода же F6 из-за комбинации. Отдали одну, вторую и забрали сразу же 4. Нет хода FE7 и также BA7 из-за такой комбинации. Допустим, FE5, CB4. Ну и белые попадают в дамки. То же самое на BA7, та же самая комбинация. Поэтому здесь черным приходится жертвовать шашку HG5. И играть GF6. Тогда белые играют EF4. И у черных есть два хода. После FG5 белые снова проводят несложную комбинацию. Можете найти ее сами. Белые играют FE5. И тем CB4. Подрывают пункт F4. И ставят рожжен на поле D6. Затем снимают шашку D2 и выигрывают. Если же в этой позиции черные играют FE7, белые снова проводят несложную комбинацию. Тоже попытайтесь найти сами. Белые играют HG7. Затем FE5. И затем CB4. Как было в партии двух мастеров. Айвара Бойцыщука. Сильного латвийского мастера. Кстати у него было прозвище Щука. Это мне его современники рассказывали. Ветераны. И белорусского мастера Нарчука. Партия 1976 года. Также эта жертва. Возможно в дебюте обратная городская партия. Смотрите. Допустим CB4. FE5. EF4. GF6. DE3. BC5. Ну и вот здесь белые могут сделать неудачный размен. GH4. Черные получают большое преимущество. Смотрите. Они атакуют. FE5. Приходится закрываться FG3. GH2 играет совсем плохо. Теперь черные также начинают разворачивать центр. Нападением ED4. Ничья у белых есть еще после размена назад ED2. Здесь белые могут защищаться. Ну конечно преимущество у черных. Но если после нападения белые закроются. ЕF2. Снова черные здесь могут выиграть. Как было примерно в первой партии. Смотрите. По аналогии. ЕF6. Теперь у белых есть два хода. БА5 и БЦ3. После размена БЦ3. Черные играют СБ6. То есть грозят связать левый фланг белых и выиграть. А нападать видите нельзя из-за удара на поле Б2. И черные побеждают. Если же белые в этой позиции жертвуют шашку в начале. И теперь нападают. Тогда черные проводят несложную комбинацию. Также попробуйте найти сами эту комбинацию. Черные играют FE7. Отдают две шашки. Затем играют CD4. Затем ED6. Ну и как бы белые не побили. Черные прорываются на предамочное поле с выигрышем. Разобрали. Ход БЦ3 уже здесь проигрывает. Также проигрывает ход БА5. Черные. Как было в первой партии. Жертвуют шашку ходом ДЦ3. И выясняется что снова у белых отсутствует царская шашка Е1. И черные легко побеждают. Есть два хода. У белых. Допустим на ход CD2 играем FE7. То есть видите грозим провести комбинацию CD4 и FG5. И попасть в дамки на поле C1. Если же белые жертвуют шашку АБ4. Играют GH2. Черные играют ДЦ5. Видите снова стоит угроза проведения комбинации. Ну и белые должны размениваться FG5. Куда бы они не били. Если они бьют на G5. Мы меняемся ЕД6. И бьем назад. Видите. За счет сочетания черной шашки А3 и белой А1. При отсутствии белой шашки на поле C1. Черные здесь выигрывают. Также черные выигрывают, если белые бьют в эту сторону. То же самое. Постепенно черные выигрывают. Так. Если же белые в этой позиции играют АБ2. Тогда черные ставят угрозу FE7. То есть видите нет хода BC3. Из-за несложной комбинации. Допустим отдали одну, вторую и забрали сразу же 4. Выигрышем. Также видите нет хода CD2 и GH2. То же самое. Снова комбинация. CD4 и FG5. И черные выигрывают. Поэтому белым в этой позиции приходится отдавать шашку АБ4 и играть БЦ3. Тогда играем ДЦ5. Ну и у белых есть два хода. После хода CD2 черные проводят комбинацию. Найдите сами. То есть отдают шашку АБ2. Затем играют CD4. Отдают еще одну шашку и прорываются дамки с выигрышем. Если же белые в этой позиции играют CB4, тогда черные закрываются. ЕД6 именно да. И после хода GH2 здесь можно выиграть изящно. Можно конечно и FG5 и HG7 сыграть с выигрышем. Но красивее отдать шашку АБ2 и сыграть HG7. И видите снова у белых разрыв по флангам. Отсутствуют все шашки на дамочных полях. Поэтому белым остается только сдаться. Разменов у них нет. Наконец последняя партия на сегодня. Белыми играл украинский кандидат мастера Александр Крупко. Белыми играл мастер Иван Смурков. Я конечно только двигал шашки. Играл Ваня, да. Вот такая жеребьевка дебюта выпала. Александр играет CB4 и Иван вторгся. ЕД4. Очень сильный ход. Белые здесь ошиблись. Сыграли до Е3. Это неудачный ход. Потому что черные получают преимущество. Смотрите. Они атакуют левый фланг белых. И здесь белым надо меняться. СД2. Затем черные играют GF6. И в этой позиции еще была ничья за белых. Для этого надо было просто разменяться. БЦ3. И как ни странно позиция примерно равная. Тут никакого преимущества у черных нет. Но Александр в этой позиции сыграл БА5. И Иван провел еще более эффектную жертву двух шашек. Смотрите. ДЦ3 и БА7. И выясняется, как бы белые не играли, они проигрывают. В партии Александр проиграл быстро. Он сыграл GH2. И пожертвовал шашку HG5. Затем отдал еще две шашки. FE5. И после хода HG5 белые сдались. Гораздо более сильное сопротивление белые могли оказать в варианте. Сперва рассмотрим ход в этой позиции. Так, прошу прощения. Ход АВ2. И затем БЦ3. Здесь черные проводят комбинацию. Отдают одну шашку. Затем еще одну. И забирают сразу же 4 с выигрышем. Так играть нельзя. АВ2. Видите. Но еще более сильное сопротивление белые могли оказать в варианте FE5. Здесь я ставил позицию на анализ компьютерной программой Тоша. Сперва смотрел на третьей версии. И она показала, что здесь у белых даже ничья. Но все-таки шестая версия быстро показывает, что у черных красивый выигрыш. Смотрите. Бьем Д на H2. И у белых есть два хода. После хода АВ2 и БЦ3 у черных лишняя шашка. И они легко ее реализуют. То есть меняемся СБ6. И после размена ЕД4 играем ЕД6. Белые еще сопротивляются. Строят упор на поле Б4 ходом СБ4. Мы благополучно выигрываем. Жертвуем шашку и нападаем ходом ФЖ7. Белым остается только сдаться. Рассмотрели ход АВ2. Но здесь есть более сильное сопротивление. Ход ЕД4. Уже белые остаются без шашки. Но у черных есть красивый выигрыш. АСЖ5 точный ход. И на ход АВ4 или АВ2 без разницы. Здесь к ничей ведет ход ЖФ4. Но все-таки есть очень красивый выигрыш. Играем ФЕ5. Приходится бить Д на Ф6. И играем просто ЕД6. Ну и здесь еще сильнейшее сопротивление. За белых такое. Белые жертвуют шашку ФЕ7. И играют АВ2. То есть они грозят прорваться на правом фланге черных. У них это удается. Но за счет лишней шашки черные побеждают. Смотрите. ЖФ4. Б3. ФЕ5. БЦ5. СД6. АВ6. Черные играют АЖ7. И видите, за счет того, что черные контролируют поля АЖ2 и АВ4, дамка белых будет быстро поймана. Допустим, на ход БА7 играем ДЦ5. Дамку, видите, ставить нельзя. Так как она тут же ловится. И белые проигрывают. Поэтому белым приходится играть. Ну, на ЕД2 просто играем. ЕД4. Даже не ЕД4, наверное. СБ4 проще. СБ4. И можно с белым сдаться. Если же белые играют ЕФ2, тогда тут еще нужна определенная точность. Самый простой выигрыш такой. Играем ЖФ6. Снова ставить дамку нельзя. Ну и после хода ФЖ3, единственный ход за белых. Играем ФЕ3. Точный ход. На постановку дамки и нападение БА7 закрываемся ЕД4. Ну и после еще одного нападения АБ8 играем ДЦ3. Ну и куда бы белые не побили, играем СБ2. Ну и в этой позиции черные постепенно проводят три шашки в дамке и побеждают. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте большой палец вверх. Поддержите мое творчество. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.